Работа на кухне в самом разгаре. Такие соревнования среди будущих поваров-кондитеров проходят ежегодно. На кухне политехникума студенты соревнуются. Кто вкуснее и качественнее приготовит котлету по-киевски, подберет к ней гарнир и правильно подаст блюдо. Уже заканчиваю, собираюсь подавать. Виктория Беренцева учится на втором курсе. Дома она готовит еду для всей семьи и даже придумывает свои собственные рецепты. Вика считает, что готовить нужно не только вкусно, но и красиво. И готовить нужно с душой. Нельзя готовить просто. Сготовила и все. Нужно готовить так, чтобы само это нравилось. Второкурсник Владислав Сабитов пока еще не решил, кем он хочет работать. Но готовить молодому человеку очень нравится. Да и получается у него неплохо. Например, приготовить котлету с сюрпризом для Влада не составляет большого труда. Это так-то просто. Но если это как-то попрактиковаться пару раз, то это можно сделать очень легко и быстро. В своей профессии повара должны проявлять фантазию и творчество. К приближающимся новогодним праздникам Влад продумывает, чем украсить блюдо. Я сделал свою котлету с косточкой. И на эту косточку мне предложили одеть вот такой вот бантик. Первокурсники политеха пока изучают только холодные блюда. Скоро начнут готовить и горячие. Повар-кондитер со своими помощниками проводит для них мастер-класс. Такую лепешку из готового шарика. А в качестве фарша буду использовать готовый паштет. После мастер-класса дегустация. А перед независимыми экспертами стоит нелегкая задача – оценить творение молодых поваров по всем критериям. Масло растаяло. Форма котлеты выдержанная. Размеры тоже были согласно требованиям. По вкусовым качествам дошло до готовности. Это у нас не выпускники. То есть им еще предстоит длительный срок обучения. Но уже и оформление блюд, и приготовление их, оно уже соответствует тем требованиям, которые предъявляются. В новогодние праздники этим юным поварам украсить стол не составит труда. Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Интера ТВ